Здрасте, коллеги. Традиционная пятница, у нас эксперта и, собственно говоря, буквально с полей в условиях совершенно невыносимых, нечеловеческих условиях. Юля, привет. Ой, Юля была и ушла. Я прорывался к вам в эфир. Дело в том, что я нахожусь в поездке, и у меня от номера закончилась карточка. Я сейчас бегал ее восстанавливал, чтобы выйти в эфир. Привет. Привет. Добрый день. Да, несмотря на все сложности и перипетии, в общем, у меня вроде как все примерно получилось. У меня еще через два часа самолет. Кто к нам присоединяется через Инстаграм, я вижу, что он прям собирается. У нас в шапке профиля есть ссылочка, куда надо идти, и вы сможете посмотреть и позадавать вопросы, собственно, в том вебинаре, который у нас сейчас. Тема у нас сегодня – это итоги недели, итоги того, что в индустрии случилось за эти дни, с понедельника начиная. И, собственно, как раз весь наш план, начиная с понедельника, перед вами. Да, то есть кто у нас, собственно, с нами постоянно знает, что понедельник у нас день называется с юридического на русский. То есть, грубо говоря, мы переводим все то, что можно интерпретировать. Это и поправки, и какие-то еще, собственно, возможности. И Максим, бабуш, у нас чуть попозже расскажет, что было в понедельник. Илья. Вообще, ну, на самом деле, основное, наверное, событие этой недели – это у нас был с вами вторник. Потому что вторник – это был день запуска фитнес-клубов в Москве. И по итогам этого дня мы провозгласили так скромно день перезапуска фитнеса в России. Потому что по нашим скромным подсчетам в этот день запустилось примерно 50% российского фитнеса. И мы с вами все вместе проводили, собственно говоря, эфир, по которому выпускали коллег и из Москвы, и не только из Москвы, в эфир. И отмечали, ну, наверное, три основные вещи, которые я скажу, а Юля меня дополнит. Первое, что в некоторых фитнес-клубах были замечены прямо очереди на открытие. И народ готовился, собирался и шел с радостью и с удовольствием в фитнес-клубы. Вторая штука, которую важно, ну, наверное, отметить, то, что фитнес-клубы, ну, вот, на мой взгляд, во всяком случае, подготовились к открытию. И у нас в Global Fitness чате в нашем, в Телеграме, вот эти вот бурные обсуждения, а экраны надо ставить так, а надо ли полностью там закрывать, а вы антисептики ставили там сколько, а кто как дорожки растаскивал. То есть вот эта вот подготовка к вот этому открытию, она, конечно, там наши умы захватила чуть более целиком и полностью. И второй тезис, который хочется проговорить, то, что клиенты это чувствовали, и пока мы не видим слишком большого количества экстремизма, связанного с работой с ограничениями. Хотя, хотя коллеги, опять же, в Москве отмечают, что в, особенно вот мы наблюдаем реакцию из одного из клубов, что в премиальных клубах появились возвраты. То есть люди стали просить вернуть деньги за те карты, ну, которые заканчиваются позднее, чем в сентябре, октябре и ноябре. Такие прецеденты тоже появляются, и мы к этому готовимся. Ну, слушайте, ну, на самом деле, часто спрашивают о том, что, слушайте, а как вот, как все происходило, как происходили открытия, а сколько народу пришло, а вообще как все прошло, так сказать. Ну, вот мы, когда сделали вот этот эфир, получается, да, мы не только сняли, попросили коллег выступить из Москвы, пока, пока, в целом все у нас тихо, спокойно, то, что Илья говорит, это очень единичное случая. Вот, я не знаю, тут Ирина Троско у нас присутствует, как в целом в сети XFIT, есть ли какие-то потрясения. Но, конечно, конечно, что сказать, недовольства, они бывают, они, ну, не всегда были, поэтому открылись мы, слава богу, вот, ну, со вторника, в целом, вот, Ирина пишет, что хорошо, но были недовольства. Ну, понятно, что, коллеги, Роспотребнадзор правила пишет для нас, как для бизнеса, а клиенты могут быть, в принципе, не в курсе, что у нас там в правилах написано. И, конечно, предварительная работа и сейчас работа, которая происходит на местах, это, в целом, дорогого стоит, потому что это сейчас основные усилия, которые необходимы дело для того, чтобы эти недовольства убрать, для того, чтобы этих недовольств у нас с вами не было. Два клуба прямо в эфире у нас были коллеги из территории фитнеса, которые открыли ее, по-моему, месяц, да, в марте, по-моему, да, ее открыли за две или три недели до приостановки. И, Анастасия Шуляк рассказывала, и Александр Грачев вещал сразу же после визита в клуб, который открылся 23-го числа, первый день, это Энкорфитнес. И коллеги и там, и там отмечают, что народ, ну, идет, конечно, там восторженно, и в случае новых объектов недовольств все меньше. Чем новее объект, тем недовольства, понятно, меньше, потому что аудитория ждала этого объекта и, соответственно, стремилась испытывать радость и удовольствие. Вот Ирина подтверждает, что эта тенденция, наверное, наблюдалась где-то еще и у вас в сети, в Эксфите. И, собственно говоря, отрадно, знаете, что вместе с перезапуском после приостановки мы видим, ну, сразу несколько открытий. И вчера вот был пост у Николая Прянишникова из World Class, как коллеги открывали здоровенный клуб World Class Aminivski, такой большой там серьезный продукт сделали и, собственно говоря, продолжают открываться. Еще одна мысль, которую хочу прокомментировать в рамках мероприятий, связанных с подготовкой к открытию, не все фитнес-клубы стали открываться именно 23-го. То есть некоторые коллеги приняли решение провести, ну, какие-то там организационные работы, и мы видим несколько прецедентов. Это тоже, в принципе, ну, какой-то осознанный подход, осознанное решение, что открываться там с первого, а кое-кто даже еще позднее. У нас вопрос есть в Инстаграм. По поводу режима работы групповых тренировок. Подскажите, какой перерыв должен быть на обработку ковриков и зала? Ирт Роско, если ты нас слышишь и можешь прокомментировать в чате, были бы прям благодарны. Я помню, как коллеги говорили о сокращении уроков с 55 до 40 и 45 минут, как раз для того, чтобы эти 10 минут использовать на обработку. И это я видел и у коллег из Владимира, и кто-то вот у нас прямо в эфире об этом говорил. Не помню, правда, кто. Она, собственно, тоже прокомментирует. Поэтому, коллеги, те, кто нас смотрит в Инстаграм, пожалуйста, у нас есть ссылочка в профиле. Мы проводим вебинар в удобной вебинарной комнате, где вы можете задавать вопросы, если удобнее. Бегите к нам скорее. Бегите к нам скорее. А я знаешь, что я хотела отметить? Я хотела отметить такой нюанс, что в целом посещаемость первого дня действительно, ну, это логично, она зависела от, во-первых, того, как клуб давно в целом на рынке работает. Потому что, ну, я знаю, у нас на Ленинском, я там живу, клуб фитнесмания, так там действительно очереди были. Ну, то есть прямо на вход, прямо в зале было 50 плюс человек вполне. То есть там такая еще аудитория, скажем, которая каждый день ходит заниматься. Вот, то есть, ну, это такой мой опыт, скажем так, как клиента. То есть действительно, когда говорят очереди, люди не обманывают, это правда. Вот, ну, все равно, все равно, что сказать, клиентов у нас в целом пока недостаточно. Но давайте вспомним, что нам говорили коллеги, которые уже открылись в других странах. Да, то есть они, собственно, отмечали одну и ту же мысль, что примерно нам нужно с вами 6-8 недель для того, чтобы вот выровнять посещаемость, выровнять, да, какие-то наши операционные процессы в клубе. То есть 6-8 недель нам надо вот прямо вставать, вставать и восстанавливаться. Это тот срок, после которого клуб в других странах, это разные были страны, мы разговаривали с Китаем, с Ирландией, с Европой, да, то есть отмечают вот такой срок 6-8 недель, клиенты возвращаются на круги своя в те же показатели посещаемости, которые были в прошлом сезоне. То есть, в принципе, мы с вами немножко... Ну вот у меня вдогонку твоим словам перед глазами цитата от Влада Рожнова, который уже неделю отработал, и по состоянию на 22 число он у нас был... Его клубы отработали неделю и зашли во вторую неделю. И вот его комментарий, да, первая неделя как первая неделя, ожидания совпали с реальностью, продаж мало, клиентов мало, примерно 30% от стандартной загрузки, но имеется медленный рост. Смотрим, убираем все лишние затраты по максимуму, выключили лишний свет, вентиляцию, кафе не работает, на рецепции сидит отдел продаж, 30% оставили сотрудников в отпуске. Надеюсь, со следующей недели посещаемость подрастет до 50%. Это обычная, а после запуска раздевалок дорастет до 70%. Я напомню, что в Молдове клубы открылись без доступа к раздевалкам и воде. И вместе с тем, ребята вот 30% подтаскивали. Да, кстати говоря, интересно, мы так все ожидали от Роспотребнадзора какого-нибудь терроризма, да, в плане требований. Но по факту, вот дальше там Максим прокомментирует, по факту, вот вчера разговаривала я с владельцем трех ресторанов в Москве, и вот как они открывались, ребята, это просто нереальная история. Когда открыли, оказывается, летние веранды, открыли мало-то что по записи, на кухне находиться невозможно, потому что, вы представляете, мы в тренажерном зале не можем заниматься в масках и перчатках, а там требования очень жесткие к нахождению на кухне, что это перчатки, они обязательно резиновые. То есть там какой-то ад с этими ресторанами, хоть они сейчас и открылись, но дико страдают. А в целом мы оцениваем, что мы, как в индустрии, открылись с нормальными требованиями. Даже вот эти рециркуляторы, которые, да, пресловутые, которых всех боялись, в итоге, в общем-то, в виду ставили. И это было совершенно необязательно, но так или иначе, в общем-то, поставили для того, чтобы соблюсти и рассказать. Ну, опять же, да, давай напомним, что некоторые клубы избрали стратегию повышенного наполнения средствами обеззараживания или, вернее, обезопасивания потребителей для того, чтобы обеспечивать сервисную составляющую. И, например, там коллеги из Инкора, они ставили даже какие-то уникальные штуки, там холодный туман, озон новые пушки и прочие вещи. Это те технологии, которые, ну, там не выше, конечно, математика, но выше, чем рекомендованный набор, минимальный, вернее, рекомендованный набор. И коллеги это делали для того, чтобы показывать заботу о клиентах. И в некоторых случаях, в определенных случаях, во многих случаях это действительно там оправдано с точки зрения декларации безопасности и обеспечения этой безопасности. И это кажется правильным. Ирина подсказывает, что при этом в Московской области и других регионах к этим рециркуляторам отношение вот другое. И там народ хочет, требует, вернее, их, чтобы их ставили. Так, где у нас все? Вот, значит, собственно, поэтому мы с вами посмотрели и на московские клубы, и поговорили с Ростовом-на-Дону. Ну и, собственно говоря, еще один комментарий про открытие. Я напомню, что все операторы, которые оперировали с онлайн-тренировками, не собираются их выключать, останавливать или ограничивать. И понятно, что это направление остается действовать. И сейчас мы будем щупать, как народ будет к нему относиться в дальнейшем. Понятно, что интерес к нему, естественно, упадет. Но вопрос в том, будем ли мы его оставлять как направление паровозищее, касание людей с новыми тренировками, скорее всего, да, и каким-то образом пытаться монетизировать. Наталья Протасова из Астрона приводила пример, как несмотря на запуск уличных тренировок, а ребята вытащили на улицу кучу функционального оборудования, потому что в Ешкарле клубы пока еще не запустили, аудитория все равно писала, задавала вопросы. Верните нам, пожалуйста, расписание в онлайн. Мы хотим продолжать заниматься там же. Это для нас остается актуальным. Ну, там у Наташи Протасова еще клубы, к сожалению, пока не открыты. Не открыты, да. Да, да. Очень хвалят, на самом деле, если смотреть активность в соцсетях и, собственно, со стороны клиентского, то очень хвалят, на самом деле, наших сетевиков, да, лидеров X-Feed Work Class за тренировки, за бесплатные тренировки. Вчера даже комментарий был к нашим постам про выводы, которые вы сделали. Три вывода мы спросили, которые вы сделали из, ну, собственно, простоя. Там девушка очень, как клиент, она говорит, я давно заняла. Да, да, да. Вопрос в том, что я не буду прекращать онлайн, но вот она очень хвалит там конкретные клубы, очень, очень хорошо проводить тренировку Анкор. Ну, то есть, на самом деле, мы даже, знаете, с Викой Тополяной, это бывший фитнес-директор Планета Фитнес, поставили задачу к прошлой конференции. Как вы знаете, каждый месяц у нас, итоги месяца в виде длинной конференции, которая целый день у нас проходит. Вот она уже будет еще раз в это воскресенье, она будет последний раз в режиме онлайн. Соответственно, мы прям промониторили то, что происходит именно в виде классов, как это технически, как это визуально. Ну, собственно, на самом деле все старались, все те, кто делал, старались. Илья, я хотела тебя попросить прокомментировать маркетинговую активность наших коллег, которая была в сетях, о которой ты очень долго разговаривал на прошлой неделе, но я считаю, надо отметить определенные нюансы, которые были. Две вещи, собственно, которые, наверное, следует отметить как системные. Все коллеги усиливали информационное сопровождение, связанные с декларацией безопасности и заботы о клиентах для того, чтобы как можно быстрее людей выводить из домов и снимать вот этот фактор риска и фактор опасности. Причем эта палка условно о двух концах, потому что максимизация этой информации, связанной с безопасностью, с одной стороны, способна порождать те самые вияния, которые могут быть трактованы как потребительский экстремизм, потому что чем больше мы даем информации пользователю о том, что мы делаем, тем больше мы даем возможности вступить с нами в корректирующий диалог о том, как это нужно делать правильно. И там мой, например, там мой личный пример, да, когда мы в клубе, которому я помогаю, описывали, что мы сделали, вот мы сделали вот так вот, вот так вот, вот так вот, люди начинают задавать вопросы, а почему вы там, почему вы не заставляете всех клиентов тренироваться там в масках, потому что это может быть опасно, да, и нам приходится объяснять, что тренировочный процесс в масках, он не является обязательным, и даже с точки зрения рекомендаций Роспотребнадзора такой рекомендации нет, и наталкиваемся в результате на декларацию того, что это профанация действия, и возникает, ну, там, дискуссионная составляющая, что мы переходим из обсуждения рекомендаций в обсуждение здравого смысла этих рекомендаций, и понятно, что это может там вовлекать там какие-то разные разговоры. Вторая история, которая видится, второй тренд, который в маркетинге видится актуальным, в Москве очень многие операторы включили сейчас таргетированную рекламу, и мы видим поднимающуюся волну, к сожалению, все-таки ценовых дисконтных офферов. Мы говорили об этом все время при остановке, мы приводили примеры того, как коллеги за рубежом призывают, рекомендуют не конкурировать с ценовыми офферами, но, к сожалению, пролистывая ленту Фейсбука, я вижу эти прекрасные цифры о том, что карта на лучших условиях, скидки 70%, и это, к сожалению, появилось. Ну, наверное, этого было нельзя избежать, потому что по-другому мы пока еще умеем работать не все. Я, например, лично ко всем клиентам, которые мне начинают писать о том, что даете ли вы какие-то специальные акции к открытию, я всем пишу, ребят, само по себе открытие после этого трудом – это уже специальная акция, поэтому скидок не будет. Вот. Пока еще все побубнили-побубнили, но карты продолжают резервировать, оставлять, ну, то есть какой-то такой ох-ох-ох, там без скидок не пойдем, этого нет. Вот. Вот эти две вещи я, наверное, бы прокомментировал. Я, ты знаешь, кого я хотела отметить? Вчера разговаривала с Катей Калининой. Да, Наталья, мне действительно нужен микрофон, меня дико ругают. Я подготовлюсь как раз к конференции. Собственно, говорил с Катей Калининой, она помогает и консультирует ряд клубов, они находятся не в Москве. И, в общем, сейчас, после открытия, когда они открылись в понедельник, они поставили определенные планы продаж, а у них план продаж в понедельник. И они уже, ну, собственно, после открытия, уже на вчерашний день этот план выполнили. А план был на такой, как бы, амбициозный на самом деле. То есть, и это было без дисконта. То есть, они не делали дисконт. И, помните, тоже наши коллеги из других стран говорили, что, ребят, не играйте в эти игры, не делайте дисконт. Но одно дело говорим мы, и говорим часто, и говорим не делать. Другое дело мы понимаем ситуацию, которая сейчас случилась, что, безусловно, сейчас может сыграть на руку там любая акция, но главное, в них нельзя играть. Главное, в них нельзя играть. Ну и, да, и, собственно говоря, там корректировать ценовую модель, ну, как-то вот в зависимости от того, какую задачу мы сейчас решаем. Я напомню, что мы с вами на этапах подготовки к выходу и кризиса обсуждали о том, что если клубу нужны деньги здесь и сейчас, да, то вопрос в том, чтобы привлекать людей, аудиторию на годовые карты. Если у клуба работает модель гибридная между месячных абонементов либо рекурертов и годовых карт, то тут нужно четко понимать, что на месячный абонемент привлечь человека вроде бы как проще. С точки зрения нового клиента вопрос в том, чтобы его потом удержать или сконвертировать на годовую карту, и будет ли этот человек платежеспособен. То есть, опять же, наша, например, практика такова, что мы сейчас в июль, выходя, мы отменили все трехмесячные полугодовые карты, оставили только годовые карты без какого-либо скидочного оффера, за исключением лишь оффера на продление, да, 15-процентной скидки. Но при этом мы оставили месячный платеж для тех людей, кто хочет только попробовать, сделали его цену, равную там 40% стоимости годовой карты, дорогую, сделали цену месячного платежа, но при этом при продлении человека до года после покупки этого месяца мы отпустим ее в зачет. То есть я таким образом не пускаю в клуб нерелевантную аудиторию, которая там сейчас его каким-то образом набьет, но потом не будет продляться. Но это тоже вот эта вот последовательность вот этих шагов, это есть, собственно говоря, задача нашего с вами взаимодействия маркетинга и продукта для того, чтобы наполнять клуб деньгами. Вот, что еще тут можно прокомментировать? Я думаю, что нам пора позвать Максима как раз, да, с информацией. Максим, приходи, давай. Да, Максим Бабоша, он управляющий партнер компании «Фиднес-эксперт». Ты позовешь? Да, я Максима включил. Так, где-то у нас была картинка про Максима. Вот. Так, друзья, добрый день. О, вот как Максима прекрасно слышно. Привет, Максим. Да, так, ну о чем рассказать? Расскажи, наверное, в двух аспектах, что с точки зрения требований Роспотребнадзора видится наиболее сложным у коллег к исполнению реализации и, наверное, о чем вы говорили в четверг на подведении итогов или ответе на вопросы, куда мы будем выплывать после приостановки. Вот два, может быть, вот эти тезиса. Да, ну, тогда давайте сначала начну с новости, которая вчера прилетела к нам. Пришла очередная мера поддержки, в том числе индустрии спорта. Туда, правда, вошли и социально-некоммерческие организации, и спорт, и ремонт стирка, химчистка и прочее. В общем, вошли организации, которые так или иначе контактируют с клиентами. Мера поддержки – это будет компенсация затрат на закупку тех самых средств дезинфекции. Начнет она действовать с 15 июля до 15 августа, может быть, подать. Соответственно, все, у кого соответствующий АКВЭТ есть, размер этой компенсации – 15 тысяч рублей на компанию, плюс 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, который был устроен, числился в организации на май 2020 года. Соответственно, ИП без сотрудника получат 15 тысяч рублей. Но главное, чтобы у них была АКВЭТ. Вот такая мера, соответственно, введена. Тут не очень пока понятно, как нужно отчитываться, и нужно ли отчитываться за этот грант. Или просто компания получит, а дальше, грубо говоря, к ней придет Роспотребнадзор. Хоть трава не расти. Ну, Роспотребнадзор проверять, что действительно ли они получили грант, а действительно ли они эти требования соблюдают, которые им дали, пока не очень понятно. Но в любом случае, с 15 июля по 15 августа заявку можно подать в электронной форме через налоговый орган либо личный кабинет налогоплательщика. Вот. Ну, соответственно, наверное, с 15 июля кто начнет подавать, мы у коллег спросим, как они, как у них это удается, успели ли они подать и получили ли они деньги. Такая вот новость. Значит, по поводу Роспотребнадзора, ну, да, уже, наверное, многие отмечали, что действительно требования Роспотребнадзора в России условно гораздо более мягкие, чем то, что мы видим за рубежом. Москва, Москве удалось избежать историю, связанную с рециркуляторами. Они стали рекомендовать, но характер. Максим, а что с Московской областью? Это я сейчас прям читаю чат, где написано, что в Московской области рециркуляторы обязательно. В Московской области вообще не понятно, что, если честно, происходит. Там какие-то требования всех, всю фитнес-индустрию абсолютно подвели под, хотел сказать, под монастырь, на самом деле подвели под спорт. И какие-то невоверные требования и по тестированию сотрудников, и по нахождению в каких-то жилетах, еще что-то. Короче, какой-то пока не разберих, не очень понимаем, что делать. Коллеги сейчас этот вопрос пытаются утрясти и выяснить, как все будет происходить. Но что касается Москвы, рециркуляторы мы избавились и избавились от обязательного тестирования сотрудников. Пока, как нам кажется, потом посмотрим, как это все будет развиваться. Во всех остальных регионах рециркуляторы все-таки приходится ставить на тестирование. Пока, кроме Московской области, нигде такой истории не слышали. Вот. Ну, что сказать. При этом мы знаем, что некоторые, мы общались же во вторник, некоторые клубы рециркуляторов в любом случае поставили, используют это в том числе как маршинговую составляющую, о том, что заботятся о здоровье, заботятся о клиентах. Да, поэтому приходите, у нас безопасно. Ну, да, Краснодар с рециркуляторами. Ну, много, но да, к сожалению. Ну, при этом, да, тоже не очень понятно, куда и как эти рециркуляторы ставить. Роспотребнадзор указал, что их ставить нужно только в тренировочной зоне, в каком количестве, наверное, надо смотреть по паспорту. Но мы, конечно, всем рекомендуем в данной ситуации, пока Роспотребнадзор не приходит, да, поставить, что называется, по минимуму, и посмотреть на реакцию проверяющих органов, будут ли они цепляться, что, типа, а почему у вас один на такое пространство, да, вот некоторые говорят, что, типа, сойдет, вот катайте его по залу туда-сюда, и уже нормально. Поэтому тут, что называется, мы рекомендуем не бесить условно мухопроверяющие органы, конечно, если написано, что нужно ставить, в каком-то количестве поставить, но и не переусердствовать, да, пытаясь превратить фитнес-клуб в операционную, да, так, настолько все составить с рециркуляторами. Ну, естественно, да, еще раз напоминаю, что самое важное для всех органов это наличие огромного количества бумажек, приказов, да, которые нужно подготовить. Мы сделали чек-лист, если у кого-то вдруг нет, наверное, мы можем сюда продублировать. И примеры этих журналов, да, где нужно все отмечать. И вот, когда придет проверяющие органы, всю эту кипу выдать, и первые 15-20 минут они будут заняты пролистыванием. Радостно. Своим любимым делом пролистывать, да, вот эти самые бумажки. Вот, ну, если кратко говорить о том, что мы обсуждали по поводу итогов, да, ну, понятные итоги, тут я еще пост сделал, и мы каждый для себя делал вполне определенные личные итоги по бизнесу. А общие итоги, конечно, что-то наводит на размышление, что фитнес зря оказался в спорте в данной ситуации. Было бы, было ли лучше, если бы фитнес оказался не в спорте, грубо говоря, оказался вообще нигде, или оказался бы в какой-то другой отрасли, это пока не очень понятно. То есть, да, понятно, мы не можем жить слагательным наклонением, да, но в той ситуации, в которой мы есть, ну, вот, например, те требования, которые предъявляются к фитнесу в Московской области, ну, как бы в рамках спорта, они, конечно, странные, да. Плюс мы видим по нашим коллегам, юристам, которые помогают нам пролоббировать все поправки, все какие-то поддержки от государства, хотя мы видим, что государство в первую очередь нацелено не на поддержку бизнеса, а на поддержку людей, да, даже те самые деньги, которые нам выдают в клубы, они как бы идут, исходя не из того, как клуб, что он себя представляет, какой там, не знаю, сколько клиентов, или, грубо говоря, какой у него масштаб, а сколько у него сотрудников, деньги даются на сотрудников, это в любом случае прослеживается. Но, тем не менее, находясь в спорте, многие поправки очень-очень-очень тяжело проходят, именно потому, что фитнес находится в рамках Минспорта. Вот. Ну, и, соответственно, мы говорили о том, что... что с этим делать, то есть, мне кажется, уже пора анализировать, потому что, понятное дело, что пока фитнес, когда стал в законе, стал в неком там документе фигурировать, и, грубо говоря, ничего не произошло, да, до того момента, как только отрасли понадобилось какое-то участие или не участие государства. Вот в этот момент, наверное, его нахождение в этом документе уже можно обсуждать. И плюс, конечно, второй момент, который тоже обсуждали, это так называемое, такое новое понятие, вот я его услышал недавно, может быть, оно давно существовало, которое мы все начали использовать, гибридный фитнес, да. То есть, когда клуб начинает жить со своим клиентом не только в рамках своих четырех стен, но и уже онлайн, уже у него дома, а еще, вероятно, начинает жить с теми, кто вообще даже не ходит в фитнес-клуб, может быть, и никогда не пойдет, а может быть, и пойдет в результате такой коммуникации, да, и, в принципе, даже в результате такой коммуникации тоже можно зарабатывать деньги, да. Понятно, что, наверное, не такие, как если человек ходит в фитнес-клуб, а может быть, на самом-то деле, и даже больше. В общем, некая такая новая революция условно продукта будущего, некий гибридный фитнес, который, грубо говоря, наверное, с ним могли бы поработать какие-то сторонние компании, которые не операторы фитнес-клубов, да, вложиться, говоря, тот же самый какой-нибудь МТС или еще кто-то, да, в такой продукт. Но вот мы видим, как активно сами клубы начинают копать в эту сторону. Ну, в тему гибридного фитнеса я как раз сейчас там закину удочку, я нахожусь сейчас на территории огромного курортного отеля в огромном курортном городе, и у этого курортного отеля одна из стратегий провозглашена создание центра водного фитнеса в России, где они хотят стать ядром, на который будут на воду привлекать к себе людей. Они не собираются быть фитнес-клубом, они не собираются здесь открывать, там, не знаю, бассейны, у них есть море, у них есть уже вырытые бассейны, и они подумали, почему бы и нет. Вот тоже пример, собственно, того, куда эта цепочечка потихонечку будет расти. Коллеги, прилетела новость о том, что Питер продлили до 12.07. Ух ты! Да, это моя печальная новость. Ограничения, в смысле, да? Ограничения, вообще, общее ограничение продлили, а фитнес почему-то уже начинает смотреть в сторону осени. Печально. Печально, печально, да, это, конечно, новость так себе, и будем надеяться, что коллеги, тут остается сказать, что будут держаться и дальше. Вы в Москву, что ли, приезжаете работать? Я не знаю, всем Питером. В Сочи. Вот, в Сочи. В Сочи трафика нет, знаешь, что тут делать. В Сочи надо со своим трафиком приезжать. Так, ну что, пойдемте дальше тогда, в следующую тему. Да, Максим, спасибо. Всем спасибо, всем хороших уходных. Подожди, подожди, Максим, в понедельник встречаемся по юридическим вопросам, или мы пока не... или да, или нет, или мы пока не знаем. Ну, надо, главное, понять, есть ли у нас юридические вопросы. Наверное, мы как бы, если какие-то возникнут, мы, наверное, сделаем анонс, если будет что обсудить по итогам этой недели. Окей, тогда, соответственно, эту тему мы пока подвешиваем, мы говорим, что мы о ней объявим дополнительно в течение, ну, там, сегодня, завтрашнего, ну, выходных, наверное, я про понедельник анонсирую. Спасибо, Максим. Спасибо всем. Да, пока-пока. Соединенных Штатов Америки, она рассказывала о том, каким образом компания выстраивала коммуникацию и продажи в одном из самых премиальных и дорогих клубов Соединенных Штатов. И у меня там два, наверное, системных тезиса отложились. Первое – это то, что не имея, по сути, как такового рекуррентного членства, компания фактически не потеряла клиентскую базу, то есть не было какого-то системного объема разрывов. А второе, что, наверное, из финала беседы я вынес, ну, для себя как важное, это ответ на вопрос, какие вещи заставляют ваших клиентов продлеваться с учетом того, что клуб, а он очень взрослый клуб, там, с 80-го или 6-го, да, по-моему, или 3-го или года. Ну, очень, да, такой древний. И у клуба есть клиенты, которые с ним со времени основания. И Пола сказала, что две вещи, которые мы для себя тащим как базис нашего вот этого вот ядра продлений. Первое – это коммуникация с клиентами для того, чтобы попадать в их запросы и в их ожидания и быть всегда с ними вот на именно коммуникационной связке, причем не на уровне сервисного звонка раз в год, а на какой-то постоянной вот этом базе, когда мы им с одной стороны рассылку, с другой стороны возможность поговорить, с третьей стороны возможность нам что-то написать и какие-то вот эти вещи. И вторая составляющая, которую он сказал, это, конечно, для нас сейчас трансляция безопасности. И вот все те меры, которые там клуб принимал, они похожи, на самом деле, там, в чем-то и на наши меры, хотя у них там жестче было с точки зрения количества людей, по-моему, да? Да, количество людей были довольно-таки серьезные ограничения. И учитывая, ну, им, конечно, проще, меня коллеги там правильно поправляли, что клуб, когда стало возможным заниматься на улице, они на своей огромной парковке вытащили кучу шатров и там из, я уже сейчас не помню цифру, условно, из там 100 видов групповых тренировок там 60 перетащили на улицу. Ну, то есть много, не там 2, 3, 4, а прям 60, и это позволило продлевать платежи у клиентов, и часть клиентов там, по-моему, 30% были готовы платить за это. И клуб, в принципе, сейчас подходит вот на второй неделе после открытия, он говорит, мы, в принципе, план EU дня делаем, причем план докризисный. То есть, в принципе, ну, вот модель позволяет, модель, вот та модель удержания клиентов позволяет зарабатывать. Понятно, что у нас в России, наверное, нет ни одного клуба с историей 30-летней, причем с клиентским опытом 30-летним. И, естественно, мы не можем говорить, что, о, да, да, давайте на них равняться, вот они классные, но вот этот сам подход, конечно, ну, он заставляет его, к нему относиться с необходимостью его копировать, ну, и каким-то образом смотреть. А мне запомнилось, что, ну, Паула, она сама, я не знаю, кто смотрел, не смотрел эфир, она настолько, ну, как-то заряжает, и когда рассказывала, ну, я спрашивала, ну, как у вас там, ну, как, в смысле, они все вернулись, у вас все в порядке, ну, еще и продается, она говорит, ну, вот мы так работаем с клиентом, что мы даем ему больше, чем фитнес. То есть она пыталась до нас донести, что вот, ну, там все, эмоции, забота, то, что мы называем коммуникация, то есть там были еще другие слова, которые действительно заставляют задуматься о том, что, ну, клуб большой при этом всем, да, премиум, ну, вот, да, и у них вот совершенно классно тоже все в порядке 6-8 недель, коллеги. Паула, в общем-то, то же самое сказало, 6-8 недель все восстановится. Да. Так, здесь мы о чем? А, здесь, собственно говоря, ну, Максим уже вкратце рассказал два тезиса, которые про итогом простоя фитнес-индустрии и краткосрочного планирования, ну, мы получили. Понятно, что, с одной стороны, мы видим возврат людей в клубы, и где-то прозвучала новость. То есть я вкратце глазом ее отследил, что кто-то уже посчитал, что 50% до коронавирусного июня клубы уже фиксируют к себе визиты в Москве. То есть, в принципе, ну, эти 50%, они, наверное, как-то в среднем посчитаны, и вспоминаем, что у тех же самых немцев была волна, там, первый всплеск он пришел, а потом было падение, и потом постепенно-постепенно опять прирост. То есть, скорее всего, у нас будет примерно такое же, но и про гибридный фитнес тоже будем много в дальнейшем разбираться, потому что, ну, вот у меня сегодня утром была дискуссия с коллегами, где я вякнул на тему того, что годовые карты будут иметь сложности впоследствии по мере развития вот этих гибридных моделей фитнеса. У некоторых коллег есть позиция, что без них, собственно говоря, отрасль крякнет. Будем разбираться, потому что ни та, ни другая точка зрения пока еще не подтверждена практикой, и если вторая волна – это дурацкая, про которую все сейчас начинают говорить, все-таки нас нахлобучит, и будет еще одна приостановка, понятно, что системность кризиса будет носить другой характер, к сожалению, возможно, фатальный. Ну, да, для индустрии это будет трэш. А я хотела, знаете, немножко привести выводы наших коллег по индустрии, какие три вывода они сделали, собственно, из вот этого трехмесячного простоя. Вот Константин Чернецов, собственно, коллега у нас из откуда? Саратов, да? И я напомню, воркласс Саратов. Саратов, да, да, да. Вот, собственно, у него три вывода. Лучше быть белым, а не черным. Простой показывает чистоту отношений компания-сотрудник. И глубина пропасти между фитнес-бизнесом и прибыль – это кэш после ежемесячных затрат. Это вот такие вот прикладные, да, истории. Дмитрий Калашников, который младший, у него всегда есть свое мнение. Он, в общем, три вывода. Ничего не изменилось. Да, осознаем. Нужно продолжать работать. Ну, это факт. Придумано оправдание демпингу. Типа кризис, что дорожает, значит, себя нужно обесценить. Это решение, ну, в кавычках, крутых управленцев. То есть, да, вот, ну, такое мнение. Ну, и последнее, то же вам приведу. Наталья Протасова. Беги быстрее, чем мирное время. Перезнакомься со всеми заново. Реши для себя, ради чего ты готовь идти дальше. На самом деле, можно зайти в профиль на фейсбук Максим Бабошин. Там аж 73 точек будет комментариев. Там и есть клиенты, и люди, которые не работают в нашей отрасли. Там уже прям такая битва, так сказать, по этим тезисам. Поэтому можно зайти и посмотреть, что там происходит, какие есть комментарии, и какие выводы коллеги наши по индустрии сделали из этих трех месяцев. Просто напоминаем, да, что есть, конечно, еще и города, города, где клубы закрыты. И, например, Роман Порце, это, собственно, клуба Горн Джиммер Путь. Он говорит, что никакого просвета не видно, и они настраиваются на тоже осень как-то так. Вот, это, собственно, про выводы я сказала, Илья. Поехали дальше. Ну, а дальше, собственно говоря, у нас уже перспективы. Перспективы того, что будет, потому что три вещи, которые нам сейчас нужно всем держать в фокусе. Это дурацкая вторая волна, и учитывать ее вероятность и стратегии пытаться корректировать в этой связи, ну, наверное, надо, потому что 1 июля не за горами, а что будет после 1 июля, к сожалению, непонятно. Нужно смотреть прогнозы там политически активных деятелей и следователей. Вторая составляющая – это вот та самая эффективность, о которой Константин, Юля цитировала Константина, и то, что приводил Влад Рожнов о том, что открытие открытием, а эффективность эффективностью. И можно открываться так, что про расходить все деньги и радостно вылететь с рынка, чего бы не хотелось. Ну, и, собственно говоря, третье направление – это то самое привлечение клиентов, которое нам всем необходимо, гибридные все эти вещи и вовлечение людей. И, наверное, про конференцию сейчас, собственно, о чем мы будем говорить в эти выходные. Коллеги, это у нас завершающая онлайн-конференция, которая касается всех возможных антикризисных мер, которые нам помогут сманеврировать в будущем. Собственно, говорить мы будем обо всем, что обсуждали в течение не только этого месяца, но и в трех месяцев простое, то есть все эти выводы, которые мы с вами сделали за это время, традиционно ведем конференцию мы с семьей с привлечением наших замечательных партнеров, экспертов, которые будут делиться опытом, вот прям кейс, да, то есть вот было-стало, будет очень много цифр, будет всего очень много. Соответственно, у нас есть регистрация на конференцию, и уже сегодня у нас получается последний день, и она по цене 3000 рублей. Поэтому зовем вас, ссылочку еще раз сбросу. А, я сейчас скину. Ага. А я уже скинула. А. Давайте с нами, давайте зафиксируем, мы выдадим вам кипучих листов, собственно, проанализируем еще раз все, что было, и наметим вообще, что еще можно сделать в будущем для того, чтобы напомниться, маневрировать. Ну что? Ну, вроде бы все новости на эту неделю. Она, конечно, такая получилась, разно-разно-разно очень направленная. У нас в чате, в Global Fitness чате, очень бурные обсуждения. Кто еще не там, ну, присоединяйтесь, потому что там ищутся и находятся ответы на разные текущие операционные задачи. 667 уже человек вчера, вот мы обсуждали цифру 666. И, собственно, это на сегодняшний день один из самых крупных чатов отрасли, где можно задавать любые вопросы и получать разные ответы. Сейчас я сброшу ссылочку на него. Ну что, коллеги, еще у нас есть подписка на нас, тоже, Илья, сбросься, если у тебя под рукой. То есть все конференции для вас будут бесплатны за рекуррент в месяц. Там первоначальный взнос у нас 4 тысячи рублей, дальше за 2 тысячи вы будете от нас получать то, что мы нарабатываем, ну и плюс конференции. То есть можете смотреть всем миром. Мне кажется, это вполне оправданная, в том числе и цена. Ну что, мы с вами прощаемся, коллеги. До воскресенья мы очень рассчитываем на то, что встретитесь с вами в воскресенье. Будем подводить итоги, будем размышлять, будем с вами целый день. Ну за всем, наверное, все. Будем прощаться. Да, коллеги. Всем хороших выходных. Да, до воскресенья. До воскресенья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok